Давайте глянем истории из игр. Давайте уже добьем этот плейлист, блядь. Так, новые истории. Как 20 лет жить на поломанных ММО-играх? Лучшие истории из ММО-игр World of Classic Ultima Online. World of Warcraft Classic гремит и рвет. Первые часы запуска новой старой World of War... Бля, а чего так тихо-то? А, все нормально, мы же вернули обратно. Все нормально, все нормально. Я думал, это с бустом так. ...трансляции по этой игре внезапно смотрело больше миллиона человек. И все потому, что половина из этих зрителей ждали свою многочасовую очередь, чтобы попасть на сервера. И все, и все потому, что половина зрителей, на самом деле, пришла на World of Classic, потому что ее так сильно раздорочили и распиарили, что они уж думали, да что ж там за говно-то ебаное, блядь, такое. Что ж в этой параше такого-то? И пошли смотреть. Попав в игру, томительное ожидание не заканчивалось. Из-за наплыва игроков многим просто не хватало противников, чтобы качаться, а выполнить квест так вообще было невозможно. Казалось бы, должна была начаться ругань, хаос и сватинг, но игроки World of Warcraft поразили всех своей учтивостью. Они начали выстраиваться в длиннющие очереди, чтобы каждый смог выполнить квест, пока творится вся эта вакханалия. Естественно, это тут же стало объектом для шуток. Бесконечные очереди выглядели как-то по-британски, а многие начали проникаться сожалениями к монстрам. Только представьте, что вы видите огромную очередь из людей, каждый из которых хочет вас убить. Короче, запуск Ванильной Вовки прошел весело. Чем не прекрасное событие, чтобы начать новый выпуск ММО Историй? И даже многоминутное вступление более чем оправдано, не так ли? Всё, всё, что надо знать. Вот соберёте 200 тысяч лайков под этим видосом, и мои вступления всегда будут длиться 10 секунд. А пока это условие не вступило в силу, я поведаю вам о том, что вас ждёт Dark Fantasy игра с крутым 3D. Raid Shadowflash. На ру таких очередей не... Я бы, блядь, не стоял в очереди, вы уж меня извините. Но это ебала какая-то. Ну а теперь слушаем мерно капающий дождик за окном, придаёмся уюту и тёплым ощущениям. Ведь с вами был Джать, и мы начинаем. Тише едешь, Black Desert. Начнём с немного странного игрока с YouTube канала HowToBigTheMap. Хотя, если так подумать, почти все игроки в моих подборках немного того. Но этот парень, кажется, перегнул палку. В чём суть? Скажите мне, как часто вы просто ходите в играх? Не бегаете, а именно ходите. Довольно редко, не так ли? К ходьбе обычно прибегают, чтобы пройти в узкий проём, или пару минут понаслаждаться вальяжной походкой под красивые виды, ну или когда квестовый NPC двигается слишком медленно и останавливается, когда вы убегаете далеко. Бесят. Но наш сегодняшний пациент, походу, словил дзен. Потому что он проверяет километраж карт из видеоигр, стараясь их обойти пешком. Вот что происходит с людьми, когда они пересматривают слишком много роликов с поездами от первого лица. Всю карту целиком парень, конечно, не проходит, часто ограничивается периметром или самой широкой дорогой по окружности, но уже это вводит в ступор. Как у него вообще хватает терпения? Причём данный персонаж занимается этим серьёзно. Его пешим прогулкам посвящён целый канал, на котором десятки видео из самых разных игр с открытым миром, от GTA до MMORPG. И на данный момент самым длинным единовременным пешим путешествием в ММО стало по миру Black Desert, на которой How to Big the Map убил почти 7 часов бесперерывной ходьбы. А самой долгой прогулкой оказалась ожидаема по землям Zelda Scrolls Daggerfall, растянувшиеся на 11 видео и 69 часов. Просто нахуя, ребята, да. Зима явно сделал свой дестрейдинг для этого парня. Вот уж где тот оторвётся по полной. Лично для меня невозмутимость, энтузиазм и терпение этого парня вызывает чистую зависть. Нет, ну вы попробуйте посмотреть хотя бы одно его полуторачасовое видео. Эти турны в какой-то момент начинают раздражать. Слишком уж медленно. Игроки спасают... Бля, пиздец. Вот людям делать нехуй, да, некоторым? С другой стороны, если никому не мешает, почему нет? Это всё. Fallout 76. Знаете, иногда смотрю на то, что творится... Горе Fallout опять. Комьюнити Fallout 76 начинает казаться, что там... Довольно весело. Всё благодаря игрокам, которые встревают в различные ситуации и создают необычные штуки. Как говорится, голь на выдумку хитра. Раз тотушка не развлекает, так хоть спасибо, что инструменты выдал. Вообще, комьюнити Fallout 76 невероятно крепко и дружно, что даже удивительно. Вот, например, я уже рассказывал, как игроки брали на себя роль рейдовых боссов. А тут парень с ютуб-канала Мэнни Трунёрт решил заделаться дружелюбным NPC. Достаточно прокачавшись и набрав ресурсов, Трунёрт обосновал недалеко от стартовой локации небольшую базу, где организовал станки для крафта, лежанку и пищу. Он встречает каждого новичка и предлагает свою небольшую помощь, делится ресурсами, оружием и раздает советы. Трунёрт быстро стал местной знаменитостью и побудил многих пойти по его стопам. Например, одна группа игроков организовала свой отдел полиции Апалача и Апиди, которые помогают игрокам ниже 30-го уровня. Они защищают их от нападок, помогают с квестами, а также проводят поучительные беседы. Сейчас они... Бля, господи, какая хуйня, насколько дерьмовая игра, да, чат? Что людям приходится такой хуйней страдать? ...планируют расширяться и открывать офисы по всей пустоши. А ещё один парень под ником South Beach Sarcastic решил позаботиться о досуге игроков. Перед рейдовым убежищем 94 он открыл целую таверну для выживших. Там есть приятная музыка, удобные кресла и, конечно же, выпивка. Своё заведение Sarcastic описывает как место, где люди могут расслабиться до и после рейда, найти себе напарников и просто пообщаться на отстранённые темы. А иногда в пустоши можно встретить странных личностей. Например, в Твиттере набрал популярность твит, описывающий очень странный игровой опыт. За одним игроком увязался мужчина в трусах, который просто молчит и постоянно следует по пятам. Даже немножко жутковаты. А помните лабиринт с когтем смерти? В Fallout 76 появился ещё один, только теперь из кукурузы, и он действительно призван развлекать людей. Лабиринт большой и безопасный, забилуют тупиками и чучелами с головой из тыквы, хотя иногда в лабиринт забредают гули, так что экшон там тоже есть. Рядышком с ним стоит автомат с приятными сезонными вещами, а сам создатель лабиринта иногда просит приходить к нему в маскарадных костюмах, приносить подарки и организовывать весёлые вечеринки. Но сама по себе Fallout 76 – это монета о двух сторонах. И если с одной стороны невероятно добрые истории игроков, то с другой невероятно глупые случаи, устроенные багами и разработчиками игры. На днях вот беседка походу решила вспомнить свои былые времена, когда она продавала броню для лошади, и решила добавить в Fallout 76 холодильник за 7 долларов. То есть, стоит он как отдельное дополнение, но это просто холодильник. И что самое интересное, как... Бля, пиздец! Как бы плохие, отвратительные такие случаи не были, они теперь вызывают смех, а не ярость. Про холодильник вот уже шутят вовсю. Но больше... Блядь, просто пиздец. Ребят, холодильник за... О-о-о-о, еба-а-а-ать. А он, кто-нибудь знает, он что-нибудь даёт этот холодильник? Я к тому, что, может быть, он спавнит какую-то хавку, там, раз в 24 часа, или... Кто-то знает? Есть здесь говноеды, которые в это дерьмище, блядь, окунаются каждый день? Чё он вообще делает? Это просто холодильник? Ихс-два хранения еды. Не играл, но наслыхан. А, ящик для еды, типа, большой, да, только? Ну, хотя бы так. Больший ажиотаж, конечно же, вызывают случаи с живыми людьми. Например, одного игрока забанили, потому что увидели у него очень много патронов. Разработчики, подумав, что игрок использовал дюб вещей, быстро его забанили. Но проблема в том, что тот самый игрок наиграл около 900 часов, и все патроны собрал легальным способом. Но не виноват он, что с супер-мутантов падает так много 5-миллиметровых патронов. Впрочем, сам игрок догадывается о причине блокировки. У него два играбельных персонажа, которые прокачиваются параллельно. Но один 450 уровня, второй не добрался и до 10-го. И все ненужные вещи игрок скидывал с матерого персонажа новичку. Игра, по всей видимости, не учитывает в подсчетах передачки между игроками, да и сторонние зеваки могли кинуть жалобу, что, мол, прокачанный игрок усиленно помогает новичку. Его аккаунт, кстати, вроде как разбанили. А более фейспалмовый случай с банами случился еще в январе. Тогда некоторые игроки начали барыжить предметами в огромных количествах и редкой броней с принтами, которых не было в игре в открытом доступе. Можно было бы подумать, что это хитрые хакеры отвлеклись от политических выборов и провели спецоперацию по злому серверов беседки, чтобы вытянуть столь желанные многим предметы. Но оказалось все намного абсурднее. Некоторые игроки через простые баги и гличи попали в комнату разработчиков, где стояли модельки той самой окрашенной брони, кучи ресурсов и прочего интересного лута. Ну я на этом все, ребята. Игрокам Fallout 76, привет! Привет, всем нервов, всем крепкого здоровья, особенно нервов, да, крепких вам. Удачи, блядь, там, это... Приглашайте на похороны. Что еще могу сказать? Комната разработчиков, если кто не знает, это тестовое пространство, где расположены все или большинство объектов игры для быстрого к ним доступа или для их проверки. И обычно в такие комнаты можно попасть только с помощью читов. Обычно у нормальных разработчиков есть тестовые сервера для этого. Просто, просто определенные там какие-то, ну, не знаю, не внутри игрового мира. Обычно, как бы, да, вот там. Но, но не в этом случае, не в этом случае. Но чаще всего они вообще недоступны для обычного смертного игрока. Но тут, в MMORPG, с помощью каких-то багов игрокам удалось попасть в святая святых. Ну не смешно ли? Попаданцев и торговцев краденым, конечно же, забанили. Но вот залатать дыру разработчики, видимо, не успели. И игроки обнаружили еще одну интересную вещь. А именно, NPC по имени Вуби, которого, видимо, должны были добавить в игру. И среди игроков он очень быстро заработал репутацию проклятого. Так как всех, кто видел Вуби, естественно, ждал праведный бан. А еще одно очень забавное происшествие случилось не так давно. Игрок Кэлли Нафф отправился с друзьями в рейд, провел там час напряженных и подных перестрелок и предвкушал получить награду. Награду ему действительно дали. Только вот, если его двум друзьям достались красивые легендарные пушечки, Кэлли Наффу досталась дрель. Простая бытовая дрель с мизерным уроном, которую можно найти вообще в любой локации Fallout 76. И это, кстати, не первый случай. Игроков забанили за косяк разрабов, но да, они, скорее всего, сделали как. Люди обнаружили косяк, взяли, поняли это и еще и использовали. Но... Полгода назад игроки жаловались на то, что из легендарных врагов с некоторой вероятностью выпадает этот инструмент. Но Кэлли Нафф отнесся к ситуации с юмором. И назвал свою легендарную дрель в честь главного секс-символа Бефезды, Рот оф Ховард. По итогу Кэлли Нафф даже оказался в плюсе. Его дрелью заинтересовался местный коллекционер и выкупил ее за 10 тысяч крышечек. И сейчас эта дрель занимает почетное место на специальном постаменте. Fallout 76. Плохая игра, обитель хороших новостей. Жилищный вопрос. Ultimate Online. А рынок перепродажи игровых предметов огромен. На торговых площадках... Мне истории из Ultimate Online нравятся гораздо больше, чем истории из EVE Online. ...день появляются сотни... Потому что Ultimate какая-то пиздец ламповая. ...и тысячи предложений со всяким игровым оружием, броней и прочим-прочим. Некоторые отдельные личности даже серьезно этим занимаются, посвящая трейдингу свою жизнь. Но лишь немногие зарабатывают на этом действительно приличные деньги. Но кажется уже никому и никогда в жизни не достигнуть величия Манфреда. Хакера, который в 2017 году поделился историей, как он целых 20 лет нагибал ММО-игры и зарабатывал на этом целое состояние. Свой путь взломщика ММО начал совершенно случайный. Все благодаря, почему-то мне совсем не удивительно, Ultima Online. Манфреда Ultima затянуло с головой. Но из-за того, что его интернет-соединение было медленнее, чем у многих других игроков, его постоянно убивали и он терял драгоценный лут. Поменять провайдеры для хакера оказалось слишком сложно, поэтому он решил покопаться в файлах игры и взломать их, чтобы уравнять шаг... Найс оправдание, найс, найс оправдание. Найс оправдание. Я бедный и никак не могу себе купить ламборгини. Поэтому вместо того, чтобы работать и придумывать что-то, чтобы все-таки заработать в нее и купить, я решил ограбить банк и убить всех людей в нем. Ну вы сами понимаете, просто многие ездят на ламборгини, а я нет. И как бы, ну я не знаю, блядь. Я пытался, но работать это, конечно, сложно, блядь. Поэтому я решил просто ограбить банк и всех разъебать, блядь. Всем спасибо большое. Оправдан, блядь. Шансы со своими противниками. Но во время раскопок он нашел кое-что получше. Большую дыру в коде игры, которая позволяла удалить или отжать абсолютно любой построенный игроками дом. Манфред сразу понял, что в этой дыре золото зарыто, поскольку пригодной для постройки земли Валтима онлайн было немного, и цена на нее была эквивалентна чуть ли не реальному земельному участку. Зайдя на ebay, он обнаружил, что некоторые продают свои дома Валтима за несколько тысяч долларов, и тогда он тоже решил рискнуть и выставил свой замок за две тысячи, и его почти моментально купили. Представляю хищную улыбку Манфреда в тот момент, потому что за все то время, пока он играл в Валтима, он умудрился продать больше сотни домов, цена за некоторые из которых превышала все логические пределы. Ебать! При этом, как истинный хакер, он поступал мудро. Он минимум 100 тысяч долларов заработал. Минимум. Это минимум, супер минимум. Это прям минимум, периминимум, периминимум. 100 тысяч минимум. Продавал дома и участки там, где давно никто не жил, так что долгие годы его никто не мог уличить махинацией. Я думаю, что несколько сотен тысяч долларов он заработал в итоге. Только вдумайтесь, он целых 20 лет находил в различных ММО дыры в экономике и выкачивал сотни тысяч долларов. Самый большой его навар случился в Wildstar Online. Там через простенькую дыру в экономике он смог добыть абсурдные 18 квинтиллионов игровой валюты. Это 18 миллионов триллионов. Если бы в Wildstar можно было выводить валюту в реал, то основатель Амазона поперхнулся бы и подвинулся с пьедестала самых богатых людей. Но Манфреду и без того было неплохо. За 18 квинтиллионов-то он мог бы вообще скупить все предметы в игре и барыжить ими в одно лицо. Что почти, кстати, и сделал, став главным торговцем редчайших предметов по выгодным для человечества ценам. Да-да, считай, что всё уже сделано. Ебать. Своей историей Манфред поделился потому, что больше не занимается подобным и нашёл полноценную работу в кибербезопасности. Ну и страшные же люди, эти хакеры. Резиновый герой. Теус. Пиздец, конечно. А вот история... Только чё-то он как-то, видимо, не так много и заработал, а раз потом пошёл куда-то работать с кибербезопасностью, блядь. ...подписчиков, которые я решил оставить фирменный стиль автора. От этого история только выигрывает. А говорится в ней о игроке, который наверняка вам встречался в том или ином виде. Однажды в Теусе появился потешный персонаж. Некто Аркаша. И больше всего на свете Аркаша любил себя. Гордыни его охватило бы на всю фабрику звёзд плюс киркоров. Ещё будучи зелёным новичком, стоило ему прописаться в рейд на босса, он тут же начинал раздавать всем указания. Ему очень хотелось быть убедительным, поэтому он колотил в чат по 100 сообщений в минуту так, что сообщения других игроков увидеть-то сложно было. Опытные игроки пожимали плечами. Им-то что? Они-то сами знают, что куда. А вот ребята с меньшим опытом при такой напористости прислушивались, что в итоге, конечно, создавало проблемы на ПВП. Но Аркаша был непоколебимо убеждён в собственной просвещённости и абсолютности своего мнения. Сталкиваясь с противоречиями, он реагировал крайне агрессивно и просто пачкал чат. За что и летал неоднократно в бан, просто орал на всех хейтер до такой степени, что на него в какой-то момент забивали. Любовь к себе бесценному росла. И Аркаша решил, что уже вправе командовать и управлять. По-прежнему продолжал долбить по 100 сообщений в минуту, но теперь уже приказывал, резче, резче, и ты, резче, и ты, резче, туда, резче. Чат лопался от отчаяния в потребности приказывать. Аркадий был влюблён в себя искренне и безнадёжно. Он уже закидывал в группу ВК свои полуобнажённые селфи, так как был глубоко убеждён в том, что он очень красивый мальчик. Даже в своих бесчисленных перебранках с игроками он любил вернуть. А вот у тебя лицо некрасивое, а у меня красивое. Пуэн съел, а у меня лицо красивое. У тебя нет вот так вот, да-да-да, я красивый мальчик, и Аркаша. Бля, он TikTok, наверное, снимает. Надо найти Аркашу в TikTok. Аркаша даже ник сменил и решил называться Плейбой. В общем, как-то там он жил, доспехи собирал, и тут по никому неизвестной причине Аркаша решил, что он великий ДД. А великому ДД, как и водится, нужны великие свершения. Аркаша вышел на охоту и бегал в локации противоположной фракции, убивая качающихся малышей. Несомненно, это часть игровой механики, но уровень хвастаства не знал границ. И детские фраги уже выдавались за фраги, взятые на ПВП. Приходилось ему сталкиваться и с реальными противниками, но Аркаша без группы хилов старался никуда не вылазить. И при встрече с реальным противником просто наворачивал круги вокруг хилов, которые его лечили. Бегунок, говорили противники, махнув на него рукой. Аркаша хвастался, что они убили, вы хейтер, а я красивый мальчик. Бля, Аркаша, ну слушайте, аргументы никакие не скажешь против Аркаша, это блядь. Он красивый, у него хилеры. ...задирать игроков со своей фракции. Правда, выбор любимых объектов для зубоскальства был под стать его трусливой душонке. Женщины, пожилые люди, неконфликтные ребята. А как же? А вдруг ответят? Вдруг заденут бесценное эго. Так бы оно всё и шло, но однажды решила одна ассасинша под ником Эя сменить фракцию. И когда Аркашка в очередной раз решил проявить широту своей хамской натуры, был встречен этой самой ассасиншей и безжалостно выпорот. А потом ещё раз, и ещё раз, и ещё раз. И никакой хил уже не спасал жалкое тельце Аркашки. Эя объявила на Аркашу настоящую охоту. И сидит теперь он грустный в костюме розового селезня в КТ, то есть в безопасной зоне, и нос высунуть боится без спросу. А Эя в КТ? Эя в КТ? Ведь если она не в КТ, пора самому туда валить. Но при этом в конфах продолжает наяривать, как он тут всех ТОП ДД сливал. А у вас были такие... Бля, реально? ...персонажи? Можете делиться своими историями в комментариях. И это ещё не все истории игроков, которые я хотел бы вам рассказать. Не забывайте... Бля, ну годный выпуск на самом деле вышел. Годный-годный выпуск.